МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами замечательный российский актёр театра и кино Сергей Гармаш. Здравствуйте, Сергей Леонидович. Здравствуйте, Александра. Сергей Гармаш, актёр театра и кино, народный артист России. В 15 лет поступил в театральное училище в Днепропетровске, затем работал в театре «Кукол», а после службы в армии приехал в Москву и стал студентом школы-студии МХАТ. В 1984 году после её окончания был принят в труппу Московского театра «Современник», где и работает по сей день. На счету Сергея Гармаша более старолей в кино, многие из которых получили признание зрителей и профессиональных кинокритиков. Актёр снялся в картинах таких режиссёров, как Дмитрий Месхиев, Валерий Тодоровский, Никита Михалков, Павел Лунгин, Анджей Вайда и других. Пока мы здесь вас дожидались, услышали прекраснейшую историю о том, что много лет назад вы с театром Горького, где, собственно, мы сейчас и находимся, не просто сыграли несколько спектаклей, пьесы «Пять вечеров», но и совершили некое дальневосточное турне вместе с труппой театра имени Горького. Если у вас в памяти остался этот опыт, то, может, стоит его сейчас вспомнить? Что вас вообще побудило? Ну, вообще-то меня побудила идея Ефима Семёновича. На самом деле ничего в этом особо нового не было. Нет, началось, называется это «Ангажемент». Происходило это достаточно так распространённо до революции, но в советские времена это часто было. Я даже помню, когда я ещё был студентом, помню, как так выезжали, поскольку они были педагогами нашими, я знаю, что так ездил Евстигнеев, ездил Ефремов Олег Николаевич, ездил с Мактуновский, играл где-то Чехова. И как-то в очередное приезд во Владивосток, а может быть и в Москве, при встрече с Ефимом Семёновичем возникла такая идея. И я, поскольку никогда этого не делал, подумал, почему бы не попробовать. Я прилетел сюда, мы собрались здесь, в репетиционном зале, в Театре Горького. Вечером часов в пять. Прочитали. Ну, что читать? Я текст-то знаю, я же играю этот спектакль в «Современнике». Ну, мы просто сверили, бывает же, в спектаклях, скажем так сказать, режиссёрские некие изменения. Мы так вот прошлись по тексту, заодно мне артисты приблизительно рассказали, как это всё будет. На следующий день, в 12 часов дня, спектакль шёл вообще-то здесь в Театре на малой сцене, но мы его ещё и трансформировали, Ефима Семёновича его трансформировали на большую сцену. В 12 часов мы там встретились, полностью прошли спектакль. Перед самым началом ещё раз так просто в пол ноги пробежали. Всё, вечером сыграли. Сыграли раз, сыграли два. Спустя год или два я приехал, и мы поехали в турне. Спектакля начали с Хабаровска, потом Биробиджан, потом Уссурийск, потом Владивосток. Это, в общем-то, вот такой единственный мой опыт ангажемента, невероятно интересный, думаю, совсем не бесполезный, ну, потому что я, конечно, люблю и привык к своему спектаклю, и вот ты, вот другой, другие люди, другие актёры, другие интонации. Ну, в общем, это было не бесполезно, мне было очень интересно. Сейчас мы вот в этот приезд как бы думаем о том, как бы это повторить. Нужно понять какое-то название. Нам из первых уст актёры, которые были заняты в тех спектаклях, признавали, что для многих из них партнёрство с вами на сцене стало некой воплощённой профессиональной актёрской мечтой. А у вас были в жизни встречи с партнёрами, которые для вас тоже были неким воплощением мечты в это партнёрство именно с данным как-то родным артистом? Всю жизнь. Понимаете, когда я так был мальчиком и видел Богдана Ступку в кинотеатре, когда жил в городе Херсоне, вот, и также видел на экране Евстигнеева, Табакова, вот, того же Никиты Михалкова. Поэтому в этом смысле я человек везучий, и те, кто для меня были какими-то космическими и достижимыми людьми, наступило какое-то время, когда мы оказались на одной съёмочной площадке, поэтому я этому, безусловно, благодарен. Всегда было более чем хорошо, потому что, когда ты находишься рядом на съёмочной площадке с такими людьми, как Олег Янковский или Алексей Петренко, или Богдан Ступка, к сожалению, все уже ушли и ушли достаточно рано, то, безусловно, это и бонус, труднообъяснимый бонус в том, что когда ты находишься в этом поле, такого мощнейшего артиста, это поле, оно тебе помогает, вот, ну и, безусловно, ты всегда учишься. В любой профессии нужно не прекращать учиться, но когда тебе везёт, и ты можешь учиться вот таких людей, ну что тут можно только сказать, что спасибо Господу и спасибо судьбе. Этим летом на фестивале «Кинотавры» вы вместе с Дмитрием Месхиевым представили вашу совместную картину, называется «На два билета домой», и в ней вы выступили не только в качестве актёра, но и в качестве автора идеи и соавтора сценария. Мы писали сценарий с Месхиевым, не соавторством, просто текст весь написал я, но конструировали мы вдвоём его с Димой Смесхиевым. Я придумал эту идею, Дима заставил меня писать, а потом, как бы, я писал, отсылал ему. Да, это так. Это картина о девушке, считавшей себя сиротой, но узнавшей, что отец жив. Не просто жив, а сидит в тюрьме за убийство матери и выйдет на свободу через три дня. Они, конечно же, встретятся. Вот этот ваш выход за рамки вашей основной профессии, это была некая внутренняя потребность или это был, знаете, импульс, который вот вы поймали здесь и сейчас и решили осуществить? Ещё в 80-е годы у меня была такая история, когда я дружил с ребятами совгиковцами, и так вот мы на каких-то своих посиделках общежитийских сидели, что-то сочиняли, мечтали, думали. И помню, когда я рассказал Диме Воронкову, и он по моей идее написал сценарий «Дорога к океану». Вот. Он до сих пор не воплощён, на сегодняшний день он невероятно дорогой, потому что там всё действие происходит в поезде от Москвы до Владивостока. Поэтому, ну, я не могу сказать, что мне надоело сниматься и играть в театре. Ну, знаете, это, так скажем, это такая проба. Это такая проба. Ну, она состоялась, и состоялась как будто бы не стыдно, и слава богу. Попробую ли я ещё, не знаю. Если мне придёт в голову такая идея, с которой я буду понимать, что из него, вот сейчас уже, наверное, лучше буду понимать, что из этой идеи можно написать киноисторию, я попробую ещё. А вот когда вы были на премьере, вот эти нервы, которые вы испытывали, ожидая, как зритель примет картину, это такого же порядка нервы и чувства, эмоции, как... Нет, немного другие. Ну, знаете, их, скажем так, может быть, было чуть больше. Ну, потому что я выступал тут в таких трёх ролях. Я был и исполнителем одной из главных ролей, и автором сценария, и сопродюсером. Вот, поэтому... Ну, не могу вам сказать, что это были нервы. Вы знаете, наверное, это было волнение хорошее. То, которое я люблю, и то, которое должно быть. Но это не было вот такого дрожания прям. Нет, не было. Я не хочу сказать, что я дожил до такого момента, что оно у меня исчезает. Исчезнет, оно так и вообще надо прекратить работать. Но... Всё-таки с кино это происходит немножко чуть по-другому, чем в театре. Когда кино уже год прошёл, как оно оснано, оно немножко от тебя отходит. Да, безусловно, я переживал. Да ещё попереживаю, когда начнётся, в общем-то, в октябре прокат. История, когда современные актёры совмещают свою актёрскую деятельность с некими организационными, продюсерскими начинаниями, в принципе, не нова. Как вам кажется, это такая примета времени, когда ты хочешь некий качественный материал поучаствовать в чём-то действительно для себя интересном? Бери и делай. Да слушайте, это просто профессиональный, производственный момент. Этого много давным-давно. Но, вообще-то, началось у нас позже, началось, скажем, в американской киноиндустрии это началось раньше. И в этом ничего нет плохого. Это, скажем, ну, нечто такое новое, не самое плохое. Ведь, понимаете, существуют там продюсеры, делятся на исполнительные, линейные, креативные и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но вот когда мы запускали картину, когда мы получали какие-то средства, вот, я в этом процессе участвовал. Но, поверьте, моё участие в этом не отняло у меня ни сил, ни времени. Понимаете, вот я бы не отважился быть ни с того ни с сего в какой-то, в каком-то материале креативным продюсером. Или, допустим, исполнительным продюсером. Это уж, извините, вообще профессия, которая предполагает под собой знания экономики, бухгалтерии и так далее. А вот планирование. Моё продюсерство было определённое, я думаю, вы поняли, какое. Уже находясь здесь, в Приморье, вы поделились с журналистами, что дальше на Западе, не помню точно в каком городе, в Ростове-Великом, по-моему, будете принимать участие в проекции «История государства российского». Это каким-то образом связано с поэзией, с чтениями вами произведений Пушкина и Тютчева, и Боротынского. Можете поподробнее рассказать, что это за проект? Ну, я уже давно, больше 10 лет, принимаю участие, когда меня приглашают в каких-то таких действиях, когда читаешь тексты, симфоническим оркестром. Я этого ничего не выбирал, это те, кто организовал этот проект в Ростовском Кремле. Вот там будет колокола, там будет хор, там будет симфонический оркестр, и там составлена некая такая композиция, кусок из истории государства российского. И в этой композиции есть и Боротынский, есть и Пушкин, есть и Тютчев. Вот все, что могу сказать. То, что получает зритель в моменты такого прямого общения с любимым артистом, ну, я думаю, не нужно объяснять, да, тут всем понятно, что движет зрителями, которые приходят на встречу с вами. Что движет с вами, когда вы идете на встречу со зрителем? Я вот так слышу по разговору, вы были у меня на творческом вечере, вы же знаете, я совсем не то, что не боюсь, я даже люблю нелицеприятные вопросы, трудные, вот. И скажу вам только одно, то, что и скажу там сегодня на вечере, что когда ты вот общаешься вот так, все-таки мы ограничены с вами определенным временем. А вот вживую, в онлайн, иногда и ты вспоминаешь какие-то вещи, которые давным-давно забыл благодаря этому общению, и получаешь какие-то вопросы, которые заставляют тебя задуматься. И более того, можешь услышать что-то такое, вот, о чем тоже задумаешься. Потому что я как раз, мне нравится, когда задают очень острые такие и какие-то вообще пограничные вопросы. Вот этого и жду. Мне гораздо интереснее, когда, скажем, меня ставят в тупик и заставляют думать. Так я с такими желаниями и с такой посылкой я иду и на этот вечер. Вы в одном театре, в репертуарном театре, работаете, собственно говоря, с момента окончания театрального училища и по сегодняшний день. Многие молодые актеры, будучи еще начинающими и даже далеко не состоявшимися, отказываются от необходимости или от потребности служить в репертуарном театре. Либо они вообще отказываются от театра, либо это некое сотрудничество временное, какие-то антрепризы и так далее. Артисты множатся невероятно. Невероятно. Я вот в этом году, мы просматривали пять курсов, и курсы очень большие. Я, кстати, спросил у Звинятского, какой здесь курс набирает. Он сказал, здесь набирает 13 человек, и здорово. И очень здорово, да, что 13 человек. Поэтому вопрос так не стоит, что молодежь, так скажем, такая она продвинутая, она пренебрегает театром. Скорее всего, что в театре не хватает им места. Нет, в театре-то хватает. В Володивостоке, в Брянске, в Хабаровске. Да, но сюда не хочется ехать. Давайте по этому. Ну а если есть какой-то слой молодежи, для которой театр не нужен, ну, слушайте, это их выбор, это их дело. Правильно это? Я думаю, что не очень. Почему нужно отказываться от того, когда твоя профессия может быть шире? Вот ты стоишь, как бы, и у тебя 6 станков, и ты на всех 6 станках можешь что-то сделать. Значит, следовательно, твой профиль широк, так и здесь ты можешь и в кино, и в театре, и на телевидении. Почему от этого отказываться? Логики мало. А ведь современник ежегодно, да, делает просмотры для молодых актеров. Вы тоже принимаете участие, смотрите? Да. Что скажете? Очень плохо учится. Происходит смена поколений. Я стал молодым. Я могу прямо честно сказать, в этом году Галина Борисовна поручила мне и группе актеров предварительно просмотреть, потому что был большой объем, она плохо себя чувствовала. У нас было два тура, скажем так, даже три. Мы просмотрели 5 вузов, 130 студентов. Из них, из 5 вузов, о котором я говорил, единственной заслуживающей внимания был курс Кудряшова и курс Игоря Николаевича Юсуловича. Все остальное никак. Из 130, 100 человек никогда артистами не станут. К сожалению. Нам показывает, что пора завершать разговор, поэтому спасибо, что заглянули к нам. Спасибо. Спасибо, Александр. Игорь Негода.